Здравствуйте, я Екатерина Стихина и вы на канале InstaForex TV, где, как всегда, вы узнаете самую актуальную информацию с финансовых рынков. Торги среды не обошлись без очередных потерь для евротрейдеров. Но доллар США, как всегда, на высоте. Европейские торги закрылись с сохранением нисходящего движения для котировки евро-доллар. График пары опустился ниже отметки 1.1330. При открытии торгов на Уолл-стрит доллар США остается во внимании инвесторов, и спрос на него растет. Котировка индекса USDX, которая отражает положение доллара по отношению к шести основным валютам, осталась на уровне 97.00. Учитывая опубликованный показатель от ADP, трейдеры приготовились к активным покупкам доллара США. Так стало известно, что в октябре число занятых в частном секторе стало больше на 227 тысяч человек, вместо предыдущего прироста на 218 тысяч. Результат превзошел прогнозы экспертов и теперь трейдеры ожидают аналогичной обнадеживающей информации в отчетах Министерства труда США, что будут опубликованы уже в эту пятницу. При открытии американских торгов в Канаде сообщили о росте объема ВВП на 0,1% за август месяц. Результат оказался лучшее ожидание экономистов. Прогноз предполагал нулевой прирост, а за год темпы роста канадской экономики ускорились с 2,4% до 2,5%. И благодаря столь позитивной статистике, CAD проявил достойное сопротивление конкуренту из США. Котировка USDCAD осталась в боковике вблизи отметки 1,3130. Участники рынка ждут очередного выступления главы Банка Канады Стивена Полоза, чтобы принять окончательное решение по CAD. И следующие два торговых дня будут довольно активными. Включайтесь в работу, торгуйте и зарабатывайте вместе с ИнстаФорекс. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий на валютном рынке.